Путешествие из Подмосковья в Москву. И не куда-нибудь, а в самое сердце столицы. В парке Зарядье прошла презентация культурно-развлекательной программы проекта «Зима в Подмосковье». Чем богаты и привлекательны для туристов города Московской области решили показать наглядно. Москва работает в партнерстве с регионами. И именно поэтому у Москвы и Подмосковья сложились теплые партнерские отношения. И Комитет по туризму города Москвы совместно с Министерством культуры и туризма города Москвы сделали проект, который называется «Два ритма одного путешествия». 11 конструкторов маршрутов позволяют спланировать свое путешествие по историческим точкам Москвы и Московской области. Зарайск, Коломна, Сергеев Посад, Дмитров. И это далеко не полный список. У каждого города своя изюминка. Волоколамск – один из старейших городов Подмосковья. Приглашает всех желающих прикоснуться к истории. Мы привлекаем, конечно, в первую очередь к жемчужине, к Волоколамскому Кремлю XI века. Там у нас находятся несколько очень юкальных зданий. Это здание Никольского собора XIX века и Воскресенский собор постройки XV века. Не только посмотреть, а еще испытать гастрономическое удовольствие можно было прямо на выставке. Сыр, мед и не только. Представители города Клин приехали тоже не с пустыми руками. Привезли хрупкие произведения искусства. Клинская елочная игрушка выпускается с 1887 года. Песок в клину богат кварцитами, поэтому и стекольная промышленность здесь очень развита. Промысел зародился еще в XIX веке. Игрушки до сих пор расписывают вручную. А оказаться в Троице-Сергиевой лавре, не покидая заряди, легко, с помощью специальных очков. Это важнейший монастырь нашей страны. 12 уникальных храмов. Храмы у нас с XV по XIX век. Самый древний Троицкий собор у нас в этом году юбиляр, ему 600 лет. Именно там находится главная святыня лавры, мощь преподобного Сергия. На выставку приходили целыми семьями, знакомились с маршрутами и традициями подмосковных жемчужин. Очень классно, очень тепло, очень уютно. Мы попробовали мандариновое варенье и прям новогоднее настроение есть. Ну, очень интересный формат. Мы никогда сюда не заглядывали, мимо все проходили. А в преддверии Нового года выясняется, что много городов в округе, которые можно посетить, съездить, посмотреть. Мы сюда специально приехали на три дня, посмотреть Москву, погулять, что-то новенькое, предновогоднее увидеть. Все здорово, все понравилось. Мы сегодня побывали на выставке, попробовали много интересного, посмотрели вещи. Вкусняшки попробовали, очень вкусный мед попробовали. Все очень здорово. В Заряде можно было бегло познакомиться с достопримечательностями Подмосковья. Но впереди новогодние праздники. Чем не повод отправиться в путешествие, но уже не виртуально. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов. Телекомпания Одинцова.